Все столицы мира стараются сохранить исторический облик, в первую очередь, центральной части города, чего, к сожалению, мы не видим на сегодняшний день в нашем городе. У нас в центральной части города идут такие строительные масштабные работы, которые, в принципе, грозят уничтожению исторического центра города. В этом году, в августе месяце, когда большая часть наших москвичей либо отдыхала в отпусках, либо находилась на своих участках, по возможности тихо правительство Москвы провело знакомство с актуализированным генеральным планом развития города Москвы до 2025 года. В некоторых районах все-таки возникли возмущения и шум по поводу этого генерального плана. Также это было и в нашем Тресненском районе, что отражено в различной прессе. Но здесь хочется задать несколько вопросов. Вчера в московском комсомольце Владимир Есин проводил пресс-конференцию, на которой как раз обсуждались вопросы по поводу генерального развития города Москвы. На эту конференцию не были допущены ряд активистов нашего города, которые уже давно зарекомендовали себя как люди, которые борются за сохранение нашего города, его исторической части. Не допустили их, потому что они хотели задать Ресину ряду очень неудобных вопросов. Насколько смогу, я попытаюсь озвучить эти вопросы. Но один из вопросов – это сам план до 2025 года. Почему до 2025 года? У нас в Москве был план развития до 2020 года. И потом совершенно неожиданно, непонятно на каких законодательных актах это основывается, возник план до 2025 года. Следующие вопросы. Этот план, как утверждается по закону Москвы, утверждается правительством Москвы и далее отправляется как раз в Московскую городскую думу на утверждение. Однако в этом законе, в новом законе города Москвы отсутствует то, что называется публичными слушаниями, то, что называется обсуждением общественности. Я уже не говорю о том, что общественность должна каким-то образом влиять на этот план, если мы говорим о демократии, если мы говорим о гражданском обществе, если мы говорим о развитом человеческом обществе. Более того, Москва – столица нашего государства. Но в Москве только 0,3% исторических мест, которые принадлежат и по плану федеральному уровню. Остальное все – это уровень московский. Это очень низкий процент, который не соответствует ни одному мировому стандарту. Кроме того, та общественность Москвы, которая борется за сохранение исторического центра Москвы, знает, что в Москве существовали разграничительные территории. Это так называемые природоохранные зоны, зоны культурного слоя, охраняемые ландшафты, зоны исторической застройки и так далее и тому подобное. Так вот, непонятно, почему московское правительство отменило одни законодательные акты и в то же время не ввело другие. Это является одним из оснований, в результате которых стройки ведутся зачастую в непосредственной близости от исторических и архитектурных объектов. И здесь опять же возникает вопрос, а каковы же все-таки должны быть нормированы те пространства, те зоны влияния на те памятники архитектуры и культуры, которые находятся в нашем городе. Сейчас в этом генеральном плане развития очень важным считается построение так называемых хайвеев, быстрых путей. И вот один из таких быстрых путей это Ленинградка, которая должна по Тверской улице упираться прямо в Кремль, в Красную площадь. Зачем? Это непонятно, зачем в центре города должна проходить такая скоростная магистраль. По всем законам развития психоэмоциональным считается, что движение транспорта в городе не должно превышать скорость 50-60 км в час. Иначе житель, живущий в нашем, ну житель, который вот живет, находится рядом в городе, начинает ощущать психоэмоциональный дискомфорт. Это превращает город в какие-то баны и уже уничтожает городскую среду. В связи с этим большую озабоченность у москвичей вызывает вот эта реконструкция Пушкинской площади, которая и затевается для того, чтобы проложить вот этот быстрый путь. Кстати, совершенно необоснованная. До сих пор не утвержденная. Отданная в руки турецкой фирме с очень небольшим уставным капиталом по объеме. Мало того, несмотря на то, что проект этот до сих пор еще не прошел должного утверждения, Пушкинскую площадь уже роет. Если упомянуть мой округ, Измайлово, Северный Измайлово, Восточный Измайлово, фактически легкие города. Там, если даже посмотреть на карту Москвы, в этом округе сконцентрированы все основные природные зоны, которые еще сейчас дают более-менее Москве дышать. Естественно, чиновники знают это, видят это, понимают, что это еще места такие неизведанные, можно что-то построить. Это градостроительное варварство может коснуться Измайловского парка. И вот я читал интервью префекта Восточного административного округа, и идет речь о том, чтобы пересмотреть статус, по-моему, юридически сейчас считается памятником. Мы говорим не только о зданиях, но и о природных памятниках. И хотят пересмотреть ряд территорий, статус ряда территорий для того, чтобы якобы провести там лыжи. Вот лыжню хочется провести префекты, поэтому надо пересмотреть статус Измайловского парка. Естественно, совсем, ну, может быть, и не построят там лыжную, но что там будет помимо лыжни, остается только гадать. Естественно, нужно, чтобы жители вовремя отреагировали и вместе с КПРФ защитили Измайловский парк. Сказать еще о центре Москвы, о Красной площади. Ведь сколько идет спекуляций и сколько идет поливания грязи этого места. Я считаю, что в новой городской думе нужно полностью закрыть эту проблему, чтобы никогда этот вопрос и близко не ставился о том, чтобы состоялся вынос тела Ленина из Мавзолея. Это раз. Второе. Прекратить все концерты, особенно поп-музыки и так далее, устраивание катков, всевозможные старты, там, каких-то автопробегов. Прекратить все концерты, там, каких-то автопробегов.